Добро пожаловать на Мировое влияние, я Билли Уилсон. В этом выпуске нашей программы мы расскажем историю, которая изменит вашу жизнь. История, которой мы с вами поделимся, это часть истории моей жизни. Это история, которая коснулась людей по всему миру. Я проповедовал об истории моих родителей, их разводе, их примирении и исцелении нашей семьи буквально по всему миру. Я видел, как тысячи людей отдавали свои жизни Христу после послания, которое вы увидите сегодня. В этом выпуске мы обратимся к архивам Мирового влияния и покажем программу, выпущенную больше десяти лет назад, где я брал у своих родителей интервью об их истории. Причиной для этого выпуска стало то, что мой отец Мэрион Алва Уилсон ушел домой на небесах. Для меня было честью быть с ним в момент его ухода и проповедовать на его похоронах. Для меня честь поделиться этой историей с вами. Мы служим Богу примирения, Богу, который может взять осколки нашей жизни и собрать их воедино для своей славы. Писание говорит нам в пятой главе второго послания Коринфяна. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова. Просим, примиритесь с Богом. Это программа о примирении. Мэрион Алва Уилсон родился в 1933 году в семье служителей Бесси Уилсон. В 16 лет ощутил призыв проповедовать. Два года спустя он женился на Джойс Коллинс. У них родилось трое детей. Их жизнь была посвящена пастырскому и евангелизационному служению в Джорджии, Кентукки, Западной Вирджинии и Огайо. Баланс жизни Мэриона всегда склонялся к служению Богу. За 62 года служения он привел ко Христу бесчисленное множество людей и стал свидетелем Божьей благодати и примирения. Люди не хотят слушать о плохом, не хотят слушать о грустном, они хотят слушать то, что дает им надежду. Им нужно то, в чем есть истинная жизнь, истинная благодать. Большинству будет помнить Алву как человека сострадания, который любил людей и для многих стал духовным отцом. Мой отец Алва Уилсон был проповедником. Люди приезжали издалека, чтобы услышать, как он делится Евангелием. Количество его проповедей за 62 года служения превысило 12 тысяч. В этой программе мы делимся нашей историей для славы Божьей. Это история о боли и об исцелении. Я был рожден в Доме проповедника и жил со своим отцом, который был государственным наблюдателем в нашей динаминации. Однажды, когда мне было 5 лет, он пришел домой и сказал маме и нам, троим детям, прощайте. Этот момент принес огромную боль в наши сердца и жизнь. Сегодня мы расскажем, что происходило следующие несколько лет и как Бог соединил то, что никогда бы не соединил человек. Пока мы рассказываем эту историю, я верю, что Бог коснется ваших сердец. Если вам нужна молитва, позвоните мне или свяжитесь с нами через сайт, адрес которого указан на экране. На сайте вы можете оставить свою просьбу на молитвенной стене, и наша команда будет молиться за вас. Бог может примирить то, что не под силу примирить человеку. Именно такую историю вы услышите сегодня. Около 10 лет назад я попал в дом своих родителей. У меня была возможность задать им вопросы, которые я хотел задать им всю свою жизнь, с 5-летнего возраста. Первый вопрос, папа, что произошло? Почему ты решил развестись? И вот его ответ. Это был взрыв. Взрыв множества подавленных чувств. Взрыв бремени ответственности, которая была не под силу молодому человеку. Когда я пришел домой, мы стали спорить, хотя спор был не жарким. В нем не было ничего особенного, но он стал концом того, что я строил из-за тяжести бремени, которая лежала на моих плечах. Я думаю, мы не сразу научились заботиться друг о друге. Мы стали родителями довольно рано. Мы были заняты карьерой, потому что знали, что это станет нашей жизнью. Служение было всей нашей жизнью. На самом деле мы не умели заботиться друг о друге. Мы научились играть роль. Научились вести себя в церкви так, как от нас ожидали. Мы многое узнали о Боге, но у нас не было личных с Ним отношений. По крайней мере, у меня точно на тот момент их не было. Я была очень-очень слабой. Я постоянно был в разъездах, планировал церкви и евангелизировал, и это было чересчур. Я слишком много на себя брал. Я пытался оставить след в истории слишком рано. Это было самонадеянно. Только потом я осознал, что это самолюбие. После того, как мы переехали в Западную Вирджинию, я была занята совсем другими вещами. Мэрион с головой ушел в служение. Он уезжал, оставляя меня, беременную с двумя детьми, на три-шесть недель подряд. До ближайшей церкви было 50 километров. У меня не было отношений с церковью, как и не было друзей. Мне приходилось самой налаживать свою жизнь. Я начала учиться. Вошла в состав родительского комитета и выполняла несколько социальных функций в нашем городке. Когда Мэрион возвращался домой, мне странно видеть его дома, потому что он нарушал ход моей жизни. Ему тоже было странно возвращаться домой из-за множества неудобств. Мы просто не умели заботиться друг о друге. Поэтому в тот день я пришел. Произошло небольшое разногласие. Я собрал вещи и просто ушел. Вот и все. Я так больше не могу. Мне так одиноко. Мама! Нет, перестань! Почему ты от нас уходишь? И куда нам теперь идти? Позвольте доктору Билли Улсену, президенту университета Орла Робертса, воодушевить вас, какой бы сложно ни была ваша ситуация, с помощью книги под названием «Зов отца». Пожертвуйте 15 долларов или больше на наше служение, и вы получите эту книгу. Вся информация на ваших экранах. Одна из причин поделиться сегодня этой программой – это желание помочь вам, вашей семье и вашему браку. Если вы в борьбе, позвоните по номеру, указанному на экране, или зайдите на наш веб-сайт. Вы сможете пересмотреть эту программу или заказать книгу «Зов отца». В первой части нашего интервью мы говорили о том, что случилось. Как женатые люди, которые были в служении, разошлись и дошли до стадии развода. Можете себе представить, как мир пятилетнего мальчика, который рос в доме пастора среди благочестивых служений, внезапно рухнул. Мои родители разошлись. Через две недели мы уехали из города со стыдом и позором. Когда мы с мамой ехали к дому моих бабушки и дедушки, наш грузовик сломался. Меня всего облило кислотой из аккумулятора. Я стоял на обочине практически без одежды из-за того, что все было испачкано кислотой. Разрыв родителей кардинально изменил мою жизнь. Дети получают глубокие раны, как и взрослые. Развод разрывает нас на части. Это хуже, чем смерть. А последствия развода влияют на всех окружающих. Мы вернемся к интервью с мамой и папой, записанное почти 10 лет назад, и спросим, каково это – расстаться, разъехаться, а затем развестись. Моя жизнь развалилась на куски. В тот день он вышел за дверь, и только три недели спустя я осознала, что он ушел насовсем. Вначале я подумала, что он ушел остыть. Обычно мы решали проблемы именно так. Мы никогда не обсуждали спорные вопросы. Он просто садился в машину, уезжал, а остыв, возвращался. Мы ни разу ничего не обговаривали. Я думаю, весь сценарий был закручен вокруг моего «я». Что я прохожу, от чего я страдаю. Я думал обо всем плохом, что она мне сделала, и всех злых словах, которые сказала. Вы просто позволяете этим мыслям вселиться в вас. В тот день он сел в машину и уехал. Я не знала, что он успел подняться на второй этаж и поцеловать на прощание старшую дочь. Я узнала об этом только несколько часов спустя. В тот день я пропустила последний экзамен, подумав, что лучше остаться дома и подождать возвращения мужа. Но он не вернулся. Когда я уходил, я уходил навсегда. Я уходил с мыслью, что это конец нашего брака. Я был очень упрям по натуре. Упрям, как осел. Да еще к тому же и неукротим. Я решил продолжать жить, не оглядываясь назад. Я просто сжег все мосты. Я посадила в машину детей, которым было 11, 6 и годик, и поехала назад в Кентукки. Это единственное, что пришло мне в голову. Мне больше некуда было ехать. И денег у меня тоже не было. Я хотел, чтобы меня никто не беспокоил. Хотел начать все сначала один. Хотел оставить служение. Это было решение не столько оставить семью, сколько сбросить с себя всю ответственность. Мне казалось, что на меня взвалили бремя целого мира. Мне просто захотелось сбросить эту тяжесть. И ни о чем не переживать больше. Мне хотелось просто изменить свою жизнь. Я обратилась к церкви, но они не знали, как ко мне относиться. Я обратилась к друзьям, но они от меня отвернулись. А потом я обратилась к миру и нашла там прибежище. Но там было холодно, пусто и одиноко. Целых три года я не теряла надежду, думая, что он просто уехал в очередную поездку, и однажды он вернется. Однажды я увижу, как к дому подъезжает его машина, и вот он снова будет с нами. Но затем случился развод. Это был крах всех надежд. Это произошло в один день. С того дня моя надежда умерла. Когда документы на развод были готовы, это было так, словно я отрезаю от своей жизни все, что связано с Джойс. Когда-то она была частью моей жизни, а теперь она для меня абсолютно никто чужой человек. Я шла дорогой одиночества 12 лет. Я бродила по этому городу, не ощущая присутствия Божьего, не ощущая угрызений совести за то, что я делаю, и мы делаем оба. Мне даже не хотелось плакать. Я снова женился. Но не проходило и дня, чтобы Дух Святой не обращался при этом ко мне и не обличал бы меня. Я повторно вышла замуж на короткое время, всего на 8 месяцев. Через 10 дней после свадьбы я попала в аварию. Это была катастрофа. Я пыталась соединить две семьи вместе, но в итоге лежала в постели, мучаясь от боли. Это была полнейшая катастрофа. После этого брака у меня появилась огромная разрушительная отверженность. Я пережила два брака, и мне показалось, что надежды больше нет. Никто не мог меня полюбить. Когда мне было 5 или 6 лет, мои родители расстались. Я жил в разрушенной семье с бабушкой, дедушкой и мамой. К подростковому возрасту у меня были все признаки разбитого сердца, признаки ребенка, живущего в разрушенной семье без отца. Во мне была злость и горечь, я грешил и очень далеко ушел от Бога. Но несмотря на это, Бог был милостив к этому маленькому мальчику Билли. Он нашел меня, простил меня и обратил мое сердце к Иисусу Христу. В 16 лет я принял Иисуса. Бог радикально изменил мою жизнь. В прошлом игрок-неудачник подросткового возраста. В старших классах я превратился в человека, который молится перед игрой. Я молился даже на выпускной церемонии. Бог коснулся меня по своей благодати. Мои родители по-прежнему были в разводе. Пришел день, когда мы начали радикально молиться за них. Каждый день я молился, чтобы мои родители вновь были вместе. Кто-то из зрителей нашей программы тоже молится об этом. Ваше сердце болит. Вы разбиты. Вам нужна Божья любовь. Если да, то позвоните мне, и я присоединюсь к вашей молитве. Бог может вновь соединить то, что никогда не удастся соединить простому человеку. Когда Бог коснулся моей жизни, Он начал касаться и моей семьи, и моей мамы. Сейчас мы послушаем об этом. Я не ощущала никаких побуждений от Бога, пока мои дети не начали находить Его. Я так благодарна, что у меня были родители, которые водили моих детей в церковь. Ты нашел Господа, и старшая церковь нашла Господа также. Вы стали молиться вместе. Я была близка к новому браку, но потом ты позвонил и сказал, «Мама, этого никогда не произойдет, потому что Господь сказал, что с тобой все будет в порядке». С того момента я просыпалась по ночам в холодном поту. Мое сердце было готово разорваться в грудной клетке. Я слышала только слова «Господь сказал», «Господь сказал». Я не слышала Бога сама, но начала чувствовать Его заботу. Прошло примерно полгода, и однажды утром, лежа в спальне на втором этаже, я закончила разговор по телефону, повернулась на другой бок, и тут Дух Святой вдруг проговорил ко мне, «Это будет сегодня, Джойс». «Это будет сегодня». Он сказал мне, «Приготовься сегодня». И я поняла, что в этот момент ко мне придет спасение. И оно действительно пришло. Несколько томительных лет я ждала этого, и вот это случилось. Билли, должен сказать тебе честно, что я стал тогда очень холодным. Одним из моих многочисленных грехов было непрощение. Я ожесточился настолько, что решил никогда больше не смотреть в сторону Джойс. Я позвонила подруге и попросила встретить меня в церкви. Мы встали на колени перед алтарем, и я отдала свое сердце Господу. С того момента я знала, что к нам придет примирение. Я поднялась на ноги, и мы решили поехать во Флориду, туда, где на тот момент находился Алва. Я знала, что мне, во-первых, нужно попросить прощения, и, во-вторых, постараться примирить то, что было разрушено. Я ничего не подозревал, когда они с Донной вдруг появились у входной двери. Джойс произнесла, «Бог сказал мне, что нам пора воссоединиться. А что ты об этом думаешь?» Я ответил ей довольно грубо. «Я не люблю тебя, и мне кажется, я никогда не смогу любить тебя». А она ответила мне, «Ты сказала?» Я ответила, «Это совсем не важно». Сейчас у меня любви столько, что хватит на двоих, и она не иссякнет. Да. А три дня спустя... Три дня спустя мы поженились и вернулись на дорогу исцеления. Вы не ослышались? Через 12 лет развода и 3 года разлуки, в общей сложности 15 лет, когда у всех в нашей семье были разбиты сердца, Бог свел нас вместе снова. Какое чудо! Мы радуемся этому до сих пор. Поженившись вновь, мама и папа прожили вместе 32 года до того дня, когда папа ушел домой на небеса. Сегодня я воздаю честь своей маме Джойс Уолсон, которая смогла в критический момент сказать моему отцу, «Моей любви хватит на двоих». Где она получила такую любовь? От Бога. Писание говорит, что любовь никогда не перестает. И сегодня я могу сказать, что Божья любовь никогда не заканчивалась в нашей семье. Если сегодня вам кажется, что все разрушено и примирение невозможно, доверьтесь Богу. Бог способен сделать то, что никогда не сможет сделать человек. Он сделал это в моей семье, сможет сделать и в вашей. В заключительной части интервью, записанного более 10 лет назад в доме моих родителей, я спросил своего отца, «Какой совет ты дал бы паре, которая думает расстаться?» Во-первых, я бы сказал, «Оно того не стоит». Билли, люди становятся эгоцентричными. Они, как и я, начинают думать, «Мой брак меня не удовлетворяет. Моя жизнь меня не удовлетворяет». Они забывают и о детях, и о боли, и о ранах, которые им наносят. Я бы сказал абсолютно каждому, «Оно того не стоит». Думаю, большинство пар пытается обсудить все вопросы, как много раз пытались мы. Но я поняла, что примирение — это действие благодати, а не переговоров. Кто-то однажды спросил меня, «Как мы сумели построить мост через 15 лет?» Но никакого моста нет. Все пустоты заполняют Дух Святой. Есть наследие прошлого, с которым придется разобраться, и это больно, но тот же Господь, который дает вам благодать для примирения, дает благодать решить проблемы. Абсолютно. Прежде всего, нам пришлось разобраться со множеством грехов и проступков, совершенных прошлым. Нужно было исповедать их перед Богом и забыть о них. Вы удивитесь, когда начнете признаваться в грехах. Вы обнаружите, что их больше, чем вам казалось. Но от них нужно избавиться, если вы хотите получить исцеление. Поэтому мы прошли через это и в том числе примирились со своими детьми. Да, я знаю. Когда я был совсем маленьким, то ты был для меня врагом номер один, из-за того, что маме было так больно. Очень часто горечь расставания передается детям. Но прежде чем Бог проделал всю эту работу, Он помог мне научиться любить, и теперь вы с мамой, мои лучшие друзья. Мы очень вас любим. Мама, а что бы ты сказала человеку, который переживает подобную боль сегодня или растет детей в одиночку, а может, и собирается покончить с собой, что бы ты им сказала? Я бы сказал, что в этой ситуации оказывается слишком много молодых людей и молодых семей также. Любите своих малышей. Сохраняйте чистоту. Это сложно. Очень сложно оставаться чистым, когда вы чувствуете такую отверженность, когда вас так изранили. Внутри столько боли, а вам так холодно, что вы перестаете что-либо чувствовать, а значит, вам просто нечего дать вашим детям. Вы сами пусты внутри, поэтому не можете дать ничего взамен. Я бы сказала, оставайтесь мягкими и не теряйте надежду. Забудьте о себе. Подумайте о своей семье. Подумайте о боли, которую вы приносите своей семье. Оно того не стоит. Как только вы начнете думать о других, вы забудете о своих желаниях. Но как бы тяжело ни было, продолжайте идти вперед. Тогда вы сможете сохранить свой брак. Больше 32 лет в повторном браке. Более 32 лет плодотворного совместного служения моих родителей. Для меня было большой честью встретиться с ними 10 лет назад и задать вопросы, которые я всегда хотел задать с тех пор, как был ребенком. Я верю, что их точные ответы послужили вам сегодня. В конце программы я попросил отца помолиться. Попостал для меня одним из самых лучших друзей в мире. Послушайте, что он сказал. Отец, прежде всего, хочу поблагодарить себя за то, что ты сделал в нашей жизни и в нашей семье. Сегодня я прошу тебя, то, что ты сделал для нас, сделай и для других. Сегодня многие семьи нуждаются в помощи. Многим семьям нужно воссоединение. Дорогой Отец, пусть Дух Примирения придет в дом, которому нужно исцеление, в жизнь, которой нужно исцеление. Сделай это, Отец, потому что ты единственный, кто может собрать осколки воедино, и тот, кто может исцелить. Молимся, чтобы ты сделал это ради своей славы. Вы смотрите «Мировое влияние». Мы объездили весь мир. На каждом континенте я проповедую и делюсь посланием Иисуса Христа. Для меня было честью, что Бог позволил мне быть рядом с моим Отцом, когда Он уходил на небеса к Иисусу. Я проскользнул в комнату в середине ночи и провел с Отцом несколько часов, пока Он был в полубессознательном состоянии. Я начал читать Писание. Я читал Писание около получаса. Читал псалмы, последние две главы Библии и некоторые из самых любимых папиных историй в Писании. После этого мы стали петь песни поклонения, и Божие присутствие наполнило комнату. Папа приоткрыл один глаз, внимательно посмотрел на меня, а затем ушел домой на небеса. Это был момент славы в нашей жизни. Мы осознали, что Бог воссоединил то, что пытался разорвать сатана. В моем сердце Бог примирил меня с собой и с моим Отцом. Я обнял Его в тот день, когда Он ушел на небеса к Иисусу, и все было в порядке. Я хочу ободрить вас прямо сейчас, подумать об этом дне в вашей жизни. Если вы ушли от Бога, обратитесь к Нему прямо сейчас и отдайте Ему свое сердце. Если вы ушли от семьи, вернитесь домой. Им нужны вы и ваша любовь. Позвоните мне. Мы помолимся за вас и будем стоять вместе с вами. Я видел, что может сделать примиряющая сила Бога в сердце человека и в семье. Я хочу, чтобы сегодня это произошло с вами и вашей семьей. Бог взял мое сердце, восстановил его и создал доверие к моему небесному Отцу. Сегодня у меня есть дети и внуки. Я их очень люблю. Мои дети служат Богу от всего сердца. Мой сын поделится с вами тем, что он говорил на похоронах моего отца. Отец поделился своей духовной ДНК со всеми нами. ДНК любви, победы и силы Божьей. Мой дедушка был одним из моих лучших друзей, особенно в последние несколько лет, когда я был в служении. Я разговаривал с ним не реже раза в неделю, порой по два, три раза. Он много вкладывал в мою жизнь. Дедушка был мечтателем, и его мечты касались не его самого, а других людей. Он потрясающе вдохновлял, ободряя, всегда идти вперед и делать то, что призывал тебя делать Бог. Мой последний с ним разговор был именно об этом. Он вдохновлял меня, призывал наполняться верой и идти вперед с Богом. Библия рассказывает еще об одном мечтателе. Его звали Иосиф. Он пережил плен в Египте. После этого он воссоединился со своими братьями. Когда его жизнь приближалась к концу, он собрал вокруг себя свою семью и стал наставлять, что им нужно сделать с его телом. Он сказал, «Однажды вы выйдете из Египта, возьмите с собой мои кости, вынесите их из Египта и унесите в обетованную землю». Через несколько сотен лет пришли времена Моисея. Библия говорит, что, выходя из Египта, Моисей и дети Израилевы выполнили просьбу Иосифа. Они буквально взяли с собой его кости в землю обетованную. Для меня кости означают ДНК Иосифа, ДНК мечтателя. Когда израилетяне отправились в обетованную землю, они несли с собой эту духовную ДНК, духовное наследие. Я чувствую, что те мечты о нас, которые дедушка носил в сердце, и слова веры, которые он нам говорил, это то, что мы понесем с собой, отправляясь вперед, туда, куда в будущем поведет нас Господь. Я с гордостью и счастьем несу вперед его наследие и послание о божественной, искренней любви. Вся наша семья радовалась примирению и благодати Бога, которая воссоединила моих родителей, Алву и Джойс. Спасибо, что позволили поделиться нашей историей для Божьей славы. Я ценю, что вы были со мной в этом выпуске «Мирового влияния». Мы с нетерпением ждем ваших откликов. В ваших отношениях борьба? Если да, вам нужно восстановление брака. Эта книга — наш подарок. Заходите на наш сайт.